Всем привет! Доброго времени дня! На связи Алексей Меркулов. И сегодня мы с вами продолжаем обзор Автокад 2014. И на повестке дня сегодня у нас следующие темы. Первое. Мы с вами рассмотрим изменения в примитивах. Далее в инструментах редактирования, а именно сопряжении. Далее рассмотрим новинки в слоях. Посмотрим, что нового пришло к нам во внешней ссылке. Также рассмотрим небольшое изменение блоков с атрибутами. И подробненько рассмотрим вкладку Autodesk 360. Которая меня, честно говоря, в этом релизе порадовала больше всего. Ну, не считая командной строки, конечно. Итак, давайте с вами начнем и приступим к первому пункту, соответственно, к примитивам. В сущности здесь у нас одно изменение. У нас появилась возможность изменять направление построения дуги. Сейчас покажу, о чем я говорю. Вот, к примеру, у нас есть какой-то импровизированный объект. И нам необходимо построить дугу. Все мы знаем, что дуги у нас строятся против часовой стрелки. Но от раза к разу мы про это забываем и начинаем строить не так. К примеру, я взял вариант, как видите, начало, центр, конец. То есть я выбираю начало, выбираю центр дуги. И начинаю строить. Но оказывается, что мне надо строить не вогнутую, то есть не внутри, а выпуклую. Для этого обычно в предыдущих версиях мы матюкались, отменяли действие, выбирали опять дугу. И строили с другой стороны. То есть вот такого результата мы добивались. Теперь же смотрите, что мы имеем. Мы выбираем данный инструмент. И допустим, если мы начинаем строить с этой стороны и понимаем, что что-то у нас пошло не так, мы просто-напросто нажимаем клавишу Ctrl. Нажимаем Ctrl и у нас дуга строится с другой стороны. То есть в другом направлении. Не против часовой стрелки, а по ней. Доводим, нажимаем и благополучно строим. Вот такая вот небольшая мелочь в примитивах. Но кое-что я не понял. Не знаю, может что-то я недопонял. Может быть разработчики не доделали. Но смотрите, если я беру полилинию, строю какой-то объект и здесь перехожу на дугу. То есть вот я, допустим, хочу не выпуклую, а вогнутую построю дугу. Я также нажимаю Ctrl. То есть, как видите, у меня меняется направление. Вроде бы все нормально. Но замыкая, у меня опять дуга поднимается вверх. Вот здесь такой вот косяк. Поэтому имейте в виду. Если не будет получаться, не только у вас не получается. Ну и у меня тоже. Так, движемся далее. И следующий по плану у нас пункт. Это сопряжение. Порадовала одна опция. То есть взаимодействие инструмента сопряжения с инструментом полилиния. Вот сейчас как раз мы это и поправим. Смотрите. Часто бывает, что у нас есть незамкнутая полилиния. И вдруг нам необходимо ее замкнуть. Причем нам необходимо задать какой-то радиус замыкания. То есть не просто воткнуться друг к другу отрезки и образуется такой треугольник. А необходимо сделать радиус. Вот тут и кроется нововведение инструмента сопряжения. Мы выбираем инструмент сопряжения. И допустим задаем радиус 500 мм. Выбираем первый отрезок полилинии. То есть первый сегмент. И второй. Как видите у нас сразу подсвечивается результат. Если он нас устраивает, то нажимаем. Если не устраивает, то соответственно изменяем радиус. Причем после того, как мы создали вот такую фигуру, она у нас является одной сплошной полилинии. Что тоже на мой взгляд очень и очень приятно. Вот такие два небольших изменения в инструментах рисования и редактирования. Теперь посмотрим на слои. Что нового в слоях? Я сейчас перейду на другой чертеж. Чтобы оценить изменения в слоях. Но здесь в сущности тоже две небольших новинки. И для их оценки нам необходимо перейти в диспетчер. Открываем диспетчер. И значит что мы здесь имеем. Первое. Мы можем объединять слои в диспетчере. То есть если у нас есть несколько слоев. Мы можем все объекты с них переместить на какой-то другой слой. А эти слои автоматически удалятся. То есть мы грубо говоря объединяем слои. Вот посмотрим на таком примере. У нас здесь есть слой внешние размеры. Есть слой внутренние размеры. И есть слой просто размеры. Ни к чему столько иметь слоев для размеров. И мы допустим хотим объединить. То есть перенести все объекты вот с этих слоев. Внешний размер и внутренний размер. На слой просто размеры. То есть вот на этот. Мы поступаем следующим образом. Выделяем нужные слои с зажатым контролом. То есть чтобы выделить несколько. Далее жмем правой кнопкой мыши. И выбираем пункт объединить выбранные слои. У нас смотрите появляется вот такое диалоговое окно. В котором нам предлагается выбрать тот слой. На который сейчас перекочуют объекты выбранных слоев. То есть соответственно слоев внешние размеры и внутренние размеры. Мы договорились что это будет слой размеры. Выбираем данный слой. Нажимаем ок. У нас выскакивает предупреждение соответственно о том что мы делаем. Что сейчас выбранные слои будут объединены в слой размеры. Нас это устраивает. Мы нажимаем да. Есть. Как видите отсюда они исчезли. Соответственно все объекты которые лежали на вот этих двух слоях перекочевали на слой размеры. Это первая существенная вещь. И второе. То что разработчики наконец-то у них дошли руки. Это правильное определение позиции пронумерованного слоя. То есть как видите я сортировку по имени делаю. И у меня слои по порядку идут. То есть 0, слой 1, слой 2, слой 3, слой 4. В предыдущих версиях сортировка шла у нас поэлементно. То есть по одному символу. А сейчас нумерация идет правильно и логично. Ну кто в прошлых версиях сталкивался с такой проблемой. Что допустим слой 111 поднимается в список выше слоя к примеру 95. Это было не очень приятно. А сейчас данная ошибочка исправлена. Вот что касается у нас слоев. Итак движемся далее. И следующим пунктом у нас идут изменения во внешних ссылках. Ну как и в прошлых случаях никаких коренных каких-то изменений здесь нет. Здесь есть просто небольшие доработки. Смотрите. Переходим на вставка. Вызываем диспетчер внешних ссылок. Вот к данному чертежу прикреплено несколько ссылочек. Здесь вся разница в контекстном меню. То есть если раньше мы могли изменять внешние ссылки по одной. Допустим мне нужно было изменить статус со вставленной на наложенную. То я выделял, выбирал и менял. Сейчас я могу делать это коллективно. С несколькими выбранными внешними ссылками. То есть я выделяю, опять же с зажатым контролом. Нажимаю правой кнопкой мыши. И здесь появляются соответствующие пункты. Сделать их вставленными, либо сделать их наложенными. И то же самое добавилось с путем. С путем, нет с путем. Сделать абсолютными, сделать относительными. Пути. Либо удалить вообще. Ну то есть вот такая вот небольшая, но приятная мелочь для тех, кто работает с внешними ссылками. Так. Далее блоки с атрибутами. Но здесь в принципе я демонстрировать не буду. Кто не знает, что такое блоки с атрибутами, тем это не поможет. А кто знает, что такое блоки с атрибутами, тот поймет и без всяких иллюстраций. Смысл тут такой. Разработчики изменили значение системной переменной от dia по умолчанию с единицы на ноль. То есть раньше, если вы вставляли блок с атрибутом, то у вас не появлялась таблицы со значением атрибута. А сейчас она автоматически появляется. Ну это, грубо говоря, не новое введение. Это просто небольшое изменение. Поэтому останавливаться здесь мы не будем. Ну что ж, теперь можно перейти к самому интересному. Это Autodesk 360. А, нет, подождите. Еще несколько примитивов. Я их, по-моему, даже в описании не вставлял. Не примитивов вернее, а работа со штриховкой. Немножко изменилась. Тоже может быть полезным. Сейчас покажу. Вот как раз здесь будет удобно. Смотрите, раньше, когда мы выбирали штриховку, у нас по умолчанию указание выбора штриховки было указать область. То есть точку внутри замкнутого контура. Вот смотрите, как и сейчас, да? Я указываю точку внутри и нажимаю Enter. Но теперь появилась возможность менять это значение по умолчанию. То есть Autocad будет запоминать последний указанный выбор. То есть, если теперь мне не нужно указывать точку, а нужно указать объект, я выбираю данный способ. Как видите, у нас перекрестие меняется, становится квадратик. Выбираю объект. И после чего способ нанесения штриховки запоминается. То есть в следующий раз, вот смотрите, я нажимаю. В следующий раз, когда я вызываю штриховку, у меня появляется уже квадратик. То есть теперь я могу выбирать сразу объект. На мой взгляд, тоже такая достаточно хорошая доработка. Есть еще небольшие нюансы в нанесении размеров, но я их не буду показывать. Там совсем мелочь. А хочется рассказать про более глобальные вещи. И как раз переходим сейчас к этой вкладке Autodesk 360. Вот она так выглядит. И первое, что хотелось бы сказать вообще о этой системе Autodesk 360 и в разрезе 14 автокада. Это то, что появился полнофункциональный клиент. То есть такой, как, к примеру, Яндекс.Диск или Гугл Драйвс. То есть теперь, создав аккаунт в Autodesk 360, вы можете хранить и синхронизировать файлы в удобном для вас виде. Вот смотрите, я нажимаю сюда. Кстати, такой же ярлык у вас должен появиться после установки на рабочем столе. И у меня, как видите, появляются все мои чертежи, которые находятся в облаке Autodesk 360. Здесь я могу удобно с ними работать. То есть, соответственно, открывать, изменять и обратно загружать. То есть мне не надо пользоваться браузером, не надо заходить в Autodesk 360 непосредственно. А все происходит у меня на компьютере. К тому же в Трее у вас появляется тоже значок, где вы можете совершать стандартные операции. То есть обновлять, приостанавливать синхронизацию и так далее. Также мы с этой панели можем сразу перейти на веб-интерфейс. То есть мы переходим на сайт Autodesk 360. Здесь можем просматривать документы наши. Все, как видите, в новом симпатичном дизайне. И также у нас сохраняется возможность здесь работать с этими документами. К примеру, можно открывать файл. Либо просто для просмотра, либо также есть возможность его редактировать. Ну, как видите, загрузка у меня не идет. Ладно, я это показывать не буду. Я делал урок про AutoCAD WS. То есть, если кому интересно более глубоко посмотреть, поищите у меня на сайте. Как видите, 0% это будет долго загружаться. Видимо, какой-то большой проект. Еще одна очень прикольная вещь, это канал проекта. Появляется у нас вот такая палитра. Она, кстати, перекочевала из приложений AutoCAD WS для iPad. Ну, в общем, из приложений AutoCAD WS. Здесь теперь вы можете прямо через AutoCAD обмениваться сообщениями с вашими коллегами. То есть, с которыми вы работаете над вот этим проектом. Но единственное условие. Вот этот проект, он должен быть загружен в облако. То есть, вам необходимо просто-напросто сохранить его в клиенте. Вот, который я показывал чуть ранее. Теперь не нужно пользоваться какими-то сторонними приложениями. Асиками, скайпами, почтами. Вы все можете делать непосредственно в AutoCAD. Не надо кричать. Эй, Вась! Там, убери стену оттуда-то. Тем более, если этот Вася сидит не в соседней комнате, к примеру, а в соседнем городе, то кричать придется очень громко. А вот с этой системой вы можете легко писать какие-то комментарии по данному проекту. Можете выделять области. А также можете создавать фотографию и прикреплять к файлу. А также, если пользователь даже не в системе, то есть, если коллега ваш где-нибудь курит в коридоре, или отдыхает, вы можете отправить ему сообщение на электронную почту. То есть, на электронную почту к нему придет уведомление, и он подключится к вашему, ну, так скажем, коллективному обсуждению или работой над проектом. Очень классная возможность. Так, 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 что еще здесь можно сказать? Глобальные настройки производятся, как всегда, у нас в панели настроек. Это можно выполнить отсюда прямо. То есть, вот сюда мы нажимаем. У нас открываются, как видите, наши настройки. И последней вкладкой идет интерактивный режим. Вы можете здесь отключать автоматическую синхронизацию. То есть, ваш чертеж, который вы делаете, он сейчас автоматически синхронизируется. То есть, сохраняется в облаке. Если вы не хотите, чтобы он сохранялся, соответственно, отжимаете здесь галочку. Также, если вы нажмете на Autodesk 360 на эту кнопку, вы перейдете на сайт. То есть, вас перебросят в ваш аккаунт. Вот, в принципе, все, что я хотел сказать о Autodesk 360. И вообще, в сегодняшней части, наверное, мы закончим. Вы спросите меня, почему я не хочу рассказывать вам про геопозиционирование и про облакоточек. То потому, что не хочу в пустую сотрясать воздух. Вот эта технология Geolocation, геопозиционирование, это просто-напросто вставка подложек с картой. Но подложек не простых, а подложек хитрых. То есть, вставляется фрейм такой, в котором вы можете указывать необходимое вам положение. У вас появляется карта. Вы можете ее масштабировать и так далее. Но я, честно говоря, это не использую. В дальнейшем, когда я на практике это попробую, я, конечно же, вам покажу. Но сейчас нет смысла. Если вы хотите посмотреть просто, как это выглядит, можете зайти на YouTube, и наверняка там куча роликов будет по этому поводу. Еще одна из настройка облака точек. Облако точек создаются с помощью 3D-сканера. То есть, появляется куча точек и какое-то объемное изображение. Я, честно говоря, тоже не могу представить, не могу нафантазировать, как это используется на практике. И зачем вообще это нужно. Поэтому я не хочу показывать это в своем обзоре. Если хотите посмотреть, наберите в YouTube облако точек в AutoCAD. Наберите геопозиционирование. И вы узнаете, как это выглядит. Но я уверен, что никто вам не скажет, для чего это можно использовать. Геолокацию, конечно, можно использовать. Но раньше также использовали подложки обычные. А вот облако точек я просто-напросто не знаю. Если кто-то из вас знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Просветите меня. Я думаю, что всем это будет очень интересно. А я на этом заканчиваю. Возможно, еще что-нибудь по 14-му AutoCAD в рамках обзора я запишу. Но пока на этом я хочу остановиться. Большое вам спасибо за внимание. Хорошего вам дня. Не забывайте следить за рассылкой. И я запишу еще для вас массу интересного, а самое главное, полезного видео.